Я хочу еще раз поговорить о том, что мы снова и снова слышим на европейской стороне. И это то, что не существует военного решения конфликта на Украине. Не нужно ли с российской стороны сказать, господин Кует, что, конечно, есть такое решение? Путин доволен тем, как сейчас развивается ситуация, и его военные методы успешны. И что же его сейчас останавливает решить этот конфликт военным методом? Если быть точным, то это для Запада не существует военного метода решения этого конфликта. Мы не можем эту войну выиграть, если мы, конечно, будем настолько глупы, чтобы ввязаться в эту войну. Мы ее проиграем, и это будет страшной катастрофой. Для России ситуация совершенно иная. Для России, само собой, существует военное решение этого конфликта. И об этом тоже нужно сказать, что Путин ведет себя очень сдержанно, может, это и временно, я не знаю, и, думаю, никто об этом не знает. Если бы Россия действительно хотела, эта война бы закончилась через 48 часов. Это нужно четко сказать. Закончить, отступив или наступая в сторону Киева. Нет, ему не нужно наступать на Киев. Он же сказал, что если он захочет, то он будет через две недели в Киеве. И это очень преувеличено. Он был бы через пять или шесть дней в Киеве. А конфликт на востоке Украины был бы прекращен за 48 часов. Мы снова и снова слышим с разных сторон, что там регулярная российская армия применяется. И украинский президент тоже повторяет это частенько. У меня нет такой информации, которая бы достоверно это доказывала. И я хочу обратить ваше внимание, что украинский генерал пару дней назад заявил, что мы не воюем с регулярной армией России. Конечно, там есть российские солдаты. Одиночно. Конечно, Россия поддерживает тяжелым вооружением этот конфликт. Мы все видели эти фото, где Порошенко показывает в камеру российские паспорта, чтобы тем самым доказать, что там есть российские солдаты. Это паспорта одиночных солдат, но это не паспорта российских армейских соединений. Мы должны тщательно различать между фактом, что, конечно, там участвуют российские солдаты, каким образом, неважно, будь то отпуск или какими-то другими методами. Но если бы там участвовали регулярные российские войска, конфликт закончился бы через 48 часов. Это нужно точно понимать. А то, что мы слышим, это пропаганда с обеих сторон. Я хочу еще раз поговорить о том, что мы снова и снова слышим на европейской стороне. И это то, что не существует военного решения конфликта на Украине. Не нужно ли с российской стороны сказать, господин Куэт, что, конечно, есть такое решение? Путин доволен тем, как сейчас развивается ситуация, и его военные методы успешны. И что же его сейчас закончить, отступив или наступая в сторону Киева? Нет, ему не нужно наступать на Киев. Он же сказал, что если он захочет, то он будет через две недели в Киеве. И это очень преувеличено. Он был бы через пять или шесть дней в Киеве. А конфликт на востоке Украины был бы прекращен за 48 часов. Мы снова и снова слышим с разных сторон, что там регулярная российская армия применяется. И украинский президент тоже повторяет это частенько. У меня нет такой информации, которая бы достоверно это доказывала. Я хочу обратить ваше внимание, что украинский генерал пару дней назад заявил, что мы не воюем с регулярной армией России. Устанавливает решить этот конфликт военным методом. Если быть точным, то это для Запада не существует военного метода решения этого конфликта. Мы не можем эту войну выиграть. Если мы, конечно, будем настолько глупы, чтобы ввязаться в эту войну. Мы ее проиграем, и это будет страшной катастрофой. Для России ситуация совершенно иная. Для России, само собой, существует военное решение этого конфликта. И об этом тоже нужно сказать, что Путин ведет себя очень сдержанно. Может, это и временно, я не знаю. И, думаю, никто об этом не знает. Если бы Россия действительно хотела, эта война бы закончилась через 48 часов. Это нужно четко сказать. Продолжение следует...